Всем доброго времени суток, с вами на связи Жаркий Плейс и сейчас я расскажу вам о игре Lost Light, которая доступна как на ПК, так и смартфоне. Погнали! В данной игре ваш основной персонаж это светлячок, в простонародье ЧВК. Прежде чем отправиться на вылазку, вам необходимо конечно же подготовиться к ней. Делать это вы можете как на складе, так и в меню подготовки. Для удачной вылазки вам понадобится броня, шлем, оружие, пули, рюкзак, медикаменты и так называемые дополнительные предметы в виде шприца с адреналином, различные регенфакторы, шприц самооживления и пластины. А самое главное перед ходом в бой не забыть починить броню. В игре представлены 6 видов брони разных уровней, где каждый уровень подразделяется на несколько классов. Чем выше уровень брони, тем больше шансов не умереть от первого же бота. Пули также имеют разный уровень пробития и свои так называемые умения. В меню подготовки, собравшись в рейд, ты можешь застраховать свои предметы. Если тебя убьют, но твой ящик не залутают, то твои вещи вернутся тебе спустя определенное время. Советую использовать эту механику до 5 уровня. Запомни, для победы важно зайти в матч и выйти с карты вовремя. А это значит, что для победы тебе не обязательно убивать все, что движется. Но чтобы знать сколько времени осталось до завершения матча, иногда поглядывай в левый верхний угол. После того, как я рассказал тебе о том, как собраться для вылазки, настало время поделиться небольшим секретом. Секрет заключается в том, что игра даст тебе возможность до 5 уровня бегать исключительно с ботами, что дает возможность научиться целиться, стрелять, менять оружие, бегать, прыгать, приседать, ползти, открывать двери. Господи, кто это писал? Это конечно все интересно. А что там по самой игре? Данная игра относится к жанру лутер-шутер от третьего лица, что означает ищи предметы и убивай. В поиске их предметов тебе поможет радар, который примерно раз в 30 секунд показывает ящики возле тебя. Простые ящики ты сможешь открыть без помощи ключей. Ну а ящики в самом скобочках нет. Сочным лутом ты сможешь открыть при помощи ключей. В игре представлены 4 вида ящиков. Первый оружейный. В нем находится рандомное оружие, которое ты сможешь продать другим игрокам на черном рынке при успешной эвакуации. Второе медицинский. В нем находятся медикаменты. Третье маленький зеленый ящик. В нем чаще всего находятся патроны. Четвертое обычный кейс. В нем ты сможешь найти самый различный лут. От проволоки и железа до видеокарты и крипты. Для того чтобы посмотреть на какую же все-таки сумму ты набрал всякого добра, обрати внимание на левый верхний угол. Там ты увидишь сумму всего найденного лута. Предметы в свою очередь подразделяются на 4 качества. Первый оранжевый. Легендарный. Второе фиолетовый. Редкий. Третье синий. Распространенный. Четвертое зеленый. Обычный. Но независимо от того какой редкости материал, тебе все равно рано или поздно нужно будет его найти для задания или прокачки убежища. И если ты нашел дорогой предмет, который ну уж очень не хочешь потерять, то в этом тебе поможет безопасный кейс. Или как говорят опытные светлячки, в трусы положи. Засунув туда предмет и погибну в ожесточенной битве, предмет помещенный туда не исчезает. И ты наверное подумаешь, а нахрена тогда вообще выходить с катки, если можно просто класть туда предметы и умирать. А основной прикол заключается в том, что предметы при неуспешной вылазке становятся недоступными для продажи на черном рынке. А весь лут из твоего основного рюкзака достается противникам. Поэтому если ты хочешь действительно много лута, то бейся с противниками до конца, чтобы забрать весь их лут. Ну а чтобы не откиснуть во время битвы, используй аптечки. Но перед этим изучи их, для того чтобы понимать какая из них будет эффективней в той или иной ситуации. Также помимо аптек, твой персонаж постоянно будет испытывать чувство голода. Для этого в игре есть различная пища. Если ты голоден, то будешь медленнее передвигаться, а при критическом голоде твой экран будет пульсировать. С основами я тебя познакомил. Но что же там по матчам? В игре представлены два вида игроков. Основной вид – светлячок, второстепенный мародер. А также три режима игры – соло, дуо, скват. За основного персонажа, а именно за светлячка, вам будет доступна как обычная вылазка, так и рейтинговая. В обычной вылазке участвует больше игроков. В рейтинговой вылазке количество игроков ограничено. И для эвакуации тебе понадобится собрать нужное количество карточек и вызвать точку эвакуации. При успешной эвакуации в рейтинге будут начислены собранные карточки, что продвинет тебя по рейтингу. А также если ты успешно эвакуируешься первым, то перед тобой на выбор будут предметы, которые ты сможешь забрать на почте. Но кто же такие мародеры? Мародеры – это игроки со скидами ботов. Играя за них, вам дается уже собранный боец, у которого ты не сможешь поменять ничего. В катку мародер попадает спустя некоторое время. То есть тебя просто докидывает к другим светлячкам и мародерам. А для того, чтобы не запутаться кто мародер, а кто бот, ориентируйся по звукам. Боты имеют стандартный набор реплик. А также у ботов нет индикатора на руке. Но не забывай, что ты тоже издаешь различные звуки, которые могут услышать другие игроки. Для того, чтобы понимать какой уровень шума ты издаешь, смотри вот на этот индикатор. А для того, чтобы знать, есть ли рядом враги, смотри на индикатор на руке. Если он зеленый, рядом никого нет. Если красный, то кто-то поблизости. Если он пульсирует красным, значит противник в метре от тебя. Вот мы и разобрались, кто есть кто. Но что там по коммуникации? В игре есть как мировой чат, так и звуковой чат в самом матче. А самая интересная механика выглядит следующим образом. Когда ты сбиваешь с ног противника, то перед тобой есть выбор, добить его или поднять. Если ты играешь за светлячка и поднимаешь тоже светляка, то он присоединяется к твоей команде. Но при поднятии мародера он лишь временно становится твоим сокомандником. При добивании противника ты получаешь не только его лут, но и жетон с его никнеймом, который не несет никакой ценности и нужен лишь для того, чтобы показать, какой ты крутой молодец, просто красавчик забрал стримера или топера. Но будь аккуратен, в игре есть устрашение оврил, что в обычном режиме дает возможность 2 раза вернуться в игру. То есть тебя убили и ты можешь 2 раза вернуться еще в игру. В рейтинговом режиме вернуться можно лишь раз. Наиболее важное я тебе рассказал. Скачать на смартфон можно с плей маркета, тап тап и других приложений. А для пк игра уже доступна в стиме и на официальном сайте. Ну а все необходимые ссылки будут находиться в описании. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok